Салют, братьюнь! Бокс не карате, бокс это песня, в нем есть припевы и есть куплеты, игра ума, достоинства и чести, Стас посвятит тебя, боксерские секреты. Ты на канале не карате, рад тебя приветствовать. Воскресное утро, время подводить итоги. Эргашев матер. Столько-только закончили, смотрите, супер-мега-файт. Ну, что хочется сказать. Вот она, легенда о потомке Тамерлана. Разрушена. Был шанс, но он упущен. Упущен начисто, но там возможностей даже не было что-либо показать. Давай по порядку. Эргашев проиграл, отказался выходить в шестом раунде. На табуретке бой закончен. Может, оно и правильно. Угол видел, и я видел, что разбивают в одну калитку. Просто в одну калитку уничтожает. Матья спланомерно, немножечко темпа дал. И был бы нокаут, не хотелось бы повторения судьбы Дадашева. По памяти ему понятно всё было. Всё было очевидно и продолжать смысла не имело. Давай немножечко погрузимся в поединок и обсудим, что же там происходило. Первый раунд потомок Тамерлана забрал. Чисто забрал. Вообще без вопросов. На ручке держал, спинка прямая, на дистанции накидывал. Руки летели легко. Вот прям легко. Вот так всё было. Правда, надо отдать должное Матьюсу, что он дал возможность поработать Эргашеву. Он просто за блоком считывал. Считывал, что будет делать Эргашев. Просто ловил его ритм и темп. Со второго раунда что-то непонятное случилось в действиях Шоха. Почему он подошёл на ближнюю? Почему перестал держать на дистанции? Непонятно. Но, видно, хотел силушку богатырскую показать. Но Матьяс и в этом элементе был значительно интереснее. Короткие тычки. Вот этот подшаг постоянно заходил в дистанцию. И вот в центре ринга Матьяс уже переламывал, перемалывал Эргашеву. Ну, а с третьего раунда уже балет пошёл по полной программе. В угол стал заходить Эргашев и пытаться изобразить Майвезера. Вот головой вот качал-качал, чуть назад отклонялся. И Матьяс уничтожал, просто разбивал. Борода вообще вся свободна. Ну, вот просто неприкрытый, открытый. И с точки зрения техники непонятно, что было. И функциональная просадка после второго раунда, уже в третьем, задышал. Тяжело было. Ну, и понятно, чуть-чуть добавлял темп. Чуть-чуть наращивал вот свою агрессию Матьяс. И всё, плыл, плыл Эргашев, плыл. Очень много пропустил ударов. Вот, я бы сказал, у Джукимбаева, у кто помнит поединок Матьяса с казахстанцем, конечно, было значительно больше шансов. Там были попадания. Там реально бой кость в кость. А здесь один раунд забрал Эргашев. Остальное всё в одну калитку разбивал его Матьяс. Ну, не знаю, что выходил. Какой шанс. Вот шанс за поясом. А это всё мешковая диета. То есть, мешки, мешки, мешки. Никакой оппозиции нет. И вот мы видим, когда профессиональный уровень совершенно другой попадается навстречу. Он как кость в горле встаёт. И сразу обнажает все косяки, все недочёты. Я говорю, вот, ну, борода открыта. Рука, рука. Вот, ну, у груди. Ну, почему не здесь? Непонятно. Ну, вот, всё вот в таком духе. И физика. Физика просто. После второго раунда уже дух вышел из Эргашева. Ну, и, собственно, сдача на табуретке. А это, кстати, и не так плохо. Но, хотя и сдался. Вот такая вот история. Жаль, жаль. Не увидит Узбекистан нового чемпиона. Ну, а мать я с машины. Мать я, скажешь, красавчик. И темп увеличил. И вот это, знаешь, вот это резко. Он прям его увеличил. И пошёл, 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 пошёл. Поединок. В телеграм-канале заходи. Смотри. В первом закреплённом комментарии ссылочка. Эргашеву легенда потомка Тамерлана рухнула. И самое время, мне кажется, уже вешать перчатки на гвоздь. Потому что другого такого шанса не будет. Ну, а как Шахжахон Эргашев бьёт ноунеймов, мы насмотрелись. Поэтому будем следить за другими бойцами. Благо, их в Узбекистане немало. Ну, а Шахжахону, скорее всего, восстановление. И вот как бы уже перчатки пора. Сугубно моё личное мнение. Кто не согласен, обязательно пишите в комментарии. Но реальный уровень сегодня Субриэль Матиас нам показал. Реальный уровень свой и реальный уровень Шохи. Вот такая вот история. Ну, а за сим адьюс. У меня ещё Бенавидис. Тут будет Сандрада. Я пошёл смотреть. Не забудь подписаться. Королевский лайк. И увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.